На этом видео я хочу немножко поговорить про 99-ю страницу трактата Ирувин. Я уже говорил, здесь темы последнего перика разные, miscellaneous, как говорят по-английски, связанные как-то с ношением, или касаются, во всяком случае, его, ну, все, что осталось, что не было упомянуто. И вот одна из тем, которая к нам вполне может относиться, это то, что я уже упомянул вкратце на предыдущем уроке, это Мишна в конце предыдущей страницы, что если человек идет по улице, у него собралась слюна во рту, можно ли продолжать идти? Это тоже называется родоношей, и будет запрещено дальше идти 4 амота, да, нужно сразу проглотить или выплюнуть, в конце концов, да, если недалеко плеваться, не на расстоянии 4 амота, тогда можно было бы выплюнуть на асфальт, например. То есть, во всяком случае, не продолжать идти, и во рту слюна. Вот. Иногда бывает, что это как бы человек не раздумывает над этим, неумышленно, так сказать, но вот бывает, что человек действительно, у него уже скопилось явно много слюны, что теперь делать? И здесь приводится сначала первое мнение, то есть первого мнения просто нету, есть мнение Раби Гуды, который говорит, что так же, если у человека, значит, слюна скопилась во рту, нельзя идти 4 амота, пока не выплюнет. Так вот, вопрос, это мнение Раби Гуды, это халаха, и спорит ли с ним кто-то? И на самом деле в Геморре кое-что из этого обсуждается, но вот что касается практически халахи, это вот хороший пример общего утверждения Талмуда, как говорится, мы не учим халаху из Мишны. То есть, часто вот даже в комментаторы к Мишне, казалось бы, их цель не только объяснить Мишну, но должна быть и халахическая цель. Многие из комментаторов без сомнения преследуют цель также объяснить нам халаху. Есть, например, в Тиферет Исраэль очень много клалим какие-то законы, субботы, подробно, да, казалось бы. И в данном случае мы ожидаем, что комментаторы нам объяснят, как следует халаха. Так и вот в данном случае это не так. Они многие процитировали на Амбома, что халаха не как Раби Гуда. Многие из комментаторов, если вы посмотрите на обычных, в изданиях обычных Мишнойод, они напишут, что халаха не как Раби Гуда. Но на самом деле, а кто сказал, что мы в этом следуем Рамбому? Вообще-то Рамбом он был решен, он имел право считать, как он считал, но Шуха Нарух не всегда представляет как Рамбом. На самом деле Рамбом приводит оба мнения. Тур, например, считает, что халаха как Раби Гуда. И на практике у нас халаха следует так, что если это место запрещено носить из Туры, то надо быть строгим, как Раби Гуда, то есть не ходить со слюной во рту. Если же в этом месте нельзя носить только Равинами, это Кармелит, тогда можно быть мягким. И на практике Кармелит в данной ситуации, это не просто все наши решут Рабим. Я уже рассказывал, что есть мнение, что у нас вообще в наше время нет Решута Рабим, что все наши даже большие города считаются как Кармелит. Так вот это мнение мы ему не следуем в данном законе, как пишет Решута Рабура. В данном законе мы говорим, что Кармелит это мамыш Кармелит. То есть место, где точно запрет носить, то Караминский. Но в местах, которые наши решут Рабим, как улица обычная, улица, площадь, всегда когда ты находишься вне закрытого, окруженного какого-то места или вне каких-нибудь лесов, полей, рек, мест, где трудно проходить, когда находишься просто на обычной улице, то это, возможно, Решута Рабим. А значит, там нельзя ходить со слюной во рту. Возможно, это запрет Торы даже. Это первая интересная вещь. То есть, получается, читая просто комментарий к Мишне обычной, вы можете неправильно знать халаху в данном случае, что у нас халаха, что таки нельзя ходить в обычном Решута Рабим, по обычной улице ходить со слюной во рту. Второе здесь обсуждается, я уже говорил немножко, что мы видели в Мишне до этого, что если человек хочет, например, находиться на улице, носить что-то внутри дома и передвигать какие-то вещи, то есть, например, через окно засунуть руки и что-то двигать у себя в доме, на это запрета нет. Но вот если, например, он хочет пить, то нужно, чтобы его голова и большая часть тела была внутри дома. То есть, невозможно стоять у конца ухода. Бывает, да, человек подошел, например, к домику своего друга, да, говорит, дай мне стаканчик пива или стаканчик воды в жаркий день, дай мне стаканчик воды. Ясно, что тот, который не может передавать из окна на улицу, это будет просто запрещено. И если улица считается Решут Рабим, то запрещено Исторой. Но даже если он засунет, как бы, свой рот тому в дом, да, в окно и скажет, дай мне выпить, тоже нельзя. Нужно, чтобы он был полностью, да, большая часть тела, голова и большая часть тела должна находиться внутри. Вот. И также наоборот, разумеется. Если человек пьет снаружи, да, то есть наоборот, он находится внутри, а пить хочет снаружи. Это просто реже встречается такая ситуация. Вот. И еще здесь много интересных есть вопросов, как можно ли в каких-то ситуациях прямо из трубы, из которой стекает вода, ловить ее и пить таким образом, да. Ну, обычно сегодня никто не будет пить такую воду. Ну, можно по подобной, во всяком случае, сравнимой ситуации обсуждать. Вот. Ситуации, когда есть бор, да, какой-то колодец, допустим, на улице, и у него высокие стены в 10 вахим, да, вокруг него заборчик такой. Можно ли из окна, который над этим местом, да, доставать воду? Ну, в общем, очень много интересных. И, кстати, вот последняя миша на нашей странице, ее основное обсуждение будет на следующем уроке, но вот сегодня я только скажу конец этой мишны, что обсуждается, что нельзя даже сидеть на корнях, которые выше трех твахим. То есть корни дерева, нельзя же использовать дерево в субботу. Лазить по нему, там, подвесить что-то на дерево, да, подтягиваться, там, как турник использовать. Все это нельзя. Деревья, да, у нас боимся, что человек сломает что-то. В общем, нельзя использовать шаба. Так вот, говорится здесь, что даже корни, которые выше трех твахим, если корни дерева поднимаются на три твахима, больше, чем три твахима от земли, то это тоже уже как использование дерева. То есть тоже нельзя на них садиться или как-то их использовать. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.